привет друзья это александр Шеметихин из Спортек ТВ мы продолжаем обзоры велосипедов Merida 2020 года сегодня у нас в гостях Козырин Евгений наш велоэксперт по двух подвесам и сегодня расскажем вам про модель из серии OneFoti это OneFoti 600 ну уже такой достаточно интересный велосипед на мой взгляд ну вот Женя что можешь рассказать про него ну велосипед для All Mountain то есть многие наверно уже знают что дисциплина кто не знает но это для езды как и в гору так и с горы с горы с ветерком значит рама идет алюминиевая значит в принципе как и на более верхних моделей данной линейки в целом если смотреть по навеске здесь ты такой как бы неплохой среднячок на котором принципе можно смело участвовать и в каких-то соревнованиях местного уровня если смотреть значит про вилку здесь стоит RockShox значит сектор с блокировкой с воздушной пружиной задний амортизатор стоит RockShox то есть у меня также есть блокировка регулировка отскока значит по трансмиссии смотреть значит здесь стоит SRAM NX вот в принципе ну тоже как бы не верхний уровень но для местных покатушек да вполне как бы подойдет хороший проверенный уже уровень проверенный уровень сезон как бы работают тормоза стоят шимановские mt500 уже сервовые вам то есть больше модуляции мощнее значит колеса стоят значит уже есть возможность установить без камерку то есть они подготовлены к этому подготовлены как покрышки таки обода то есть несложными манипуляциями можно как бы их убрать камеру и сделать без камерку значит покрышки здесь стоят максис и значит впереди стоит модель миньон dhr то есть у него тут куча значит функционала идет 3c компаунд значит x боковая стенка более жестко идет ну и тюбли среди скамерка значит передняя покрышка миньон dhr задняя стоит рекон задняя покрышка больше заточена под езду как бы в гору при торможить гору и плюс торможение передняя как бы больше для рулежки значит покрышки здесь стоят бустовые то есть ширина 2 и 6 то есть такое относительно недавно появился этот стандарт то есть и имеет своих поклонников те кто предпочитает классические покрышки ставят обычный тампы поуже 235 2 и 5 кто-то оставляет катается на 2 и 6 что дают выше 26 то есть покрышка шире больше пятно контакта плюс сама покрашка покрышка получается выше и она добавляет некой плюшевости да то есть уход у нас велосипеда 140 миллиметров у рамы значит и плюс эти шоке покрышки не как бы но добавляет вот этой плюшевости то есть но его спит более мягче она вот управление то есть лучше держит трассу как-то влияет ну конечно чем больше покрышка тем она по особенно каким-то рассыпчатым камням то есть но опять же по тем же корням каким-то будет лучше лежать и зря как бы все только катается скоростной спуск на хилл у них покрышки идут там стандарта 2 и 5 то есть ниже никто не ставит как бы в первую очередь опять же зависит на пробой то есть широкую покрышку более высокую сложнее пробить на камнях ну и плюс как бы более широкая покрышка она лучше держит более устойчиво более устойчиво в направлении вот это буквально вот пошло наверно год с прошлого или позапрошлого да у нас да вот эти как бы пару лет уже получается стандарт кто-то я то есть тоже специфичный я знаю как бы есть сторонников и есть как бы противников то есть тут как бы это на любителя под себя уже то есть ну короче говоря велосипед с таким покрышкой вы хотите оставляйте то есть попробуйте и если как бы не пойдет то есть сами обладают все остальное то есть предназначены для установки обычных классических шин никаких проблем в этом плане нету что еще же здесь ну на что можно обратить внимание ну в целом навеска как бы такого неплохого уровня то есть нет каких-то таких слабых элементов на мой взгляд все равно вилка там rockshox сектором амортизатор ракшоковские тормоза shimano втулки shimano покрышки максис как я уже сказал если из таких элементов смотреть здесь уже стоит по назначению широкий руль 780 миллиметров высота подъема 20 миллиметров то есть уже рассчитаны для агрессивной езды по спускам как как и у всех велосипедов all mounting стоит друг дроппер то есть нажимаете кнопку то есть опускайте седло едете с горы вам ничего не мешает спустились опять нажали кнопку штырь поднялся как у контрина велосипеда то есть без проблем с минимальными усилиями поднимаетесь в гору вот не помню же мы рассказывали нет уже дроппере и вот начался тема популярная но мне не кажется ну не все еще наши зрители вообще понимают на хрена он нужен и вот особенно ну кросс-кантри допустим то вот ты катаю там и так далее то есть что за дроппер зачем он то есть вот в двух словах если как ты можешь да но примеру когда вы едете по крутому спуску да и у вас поднято седло то есть шансы перевернуться через руль как бы очень высоки потому что небольшой удар по заднему колесо вам упирается седло под зад и и вы оприкидываетесь по идее как вообще то есть когда вы едете по спускам у вас посадка должна меняться то есть вы отклоняетесь от велосипеда назад максимально далеко то есть чем круче спуск тем сильнее вы должны отклониться до соответственно вот прямо вот да задняя пятая точка должна быть на над колесом там нескольких сантиметров словно то есть если у вас седло высок высоко поднята вы как бы не сможете это никак сделать и вот когда появились эти подседельные штыри они как бы ну то есть то дали универсально что раньше она была как то есть перед спуском ты открываешь их центре копускаешь поднялся спустился открывали конечно вот сейчас вот появилась словно эти штыри с кнопкой нажал все поднялось или опустилась то есть не зря сейчас и в кросс-кантри на каких-то трассах гонщики начинают использовать там понятно что ход он как бы другой но этого как бы достаточно что-то прям ну такое спасение и как бы в целом больше начинаете получать удовольствие от езды поскольку у вас контрильный велосипед вы там поднялись круто и вот перед вами спуска бы хотелось бы с него безопасно и с комфортом спуститься то когда вы опускаете седло больше получаете удовольствие то есть в целом проще съезжать даже где-то легче это чем вот на конечно конечно как с отличный опыт у меня есть по спускам конечно на кросс-контринном на серьезных спусках это ну сложно и опасно и так как бы ну да такой золотой стандарт именно All Mountain Enduro велосипедов понятно что в скоростном спуске в гору не ездят у них седло базово опущено как бы вниз то здесь поскольку у вас сменный вид езды да то так то так то вот соответственно вот эти подседельные штыри и устанавливаются нужно пробовать я эту тему конечно не катал с дропперами ни разу не ездил вот надо пробовать конечно попробовать преимущество это 12 скоростная трансмиссия значит понятно что одна звезда это в принципе уже тоже стало как бы обыденностью вот но в целом вот этот диапазон то есть маленькая звезда на 10 сзади большая 50 как раз дает вот этот широкий диапазон когда вы можете в принципе по спуску ехать и переключившись там на большую звезду подниматься как на кросс-контринном велосипеде в крутой подъем понятно что байк не контрильный может с такой же скоростью как бы не подниметесь но заехать можно то есть не тащить велосипед на себе то есть спокойно тихонечко крутите и поднимаетесь вот это как бы плюс такой большой ну да кому бы рекомендовал вот именно эту модель но велосипед как я уже принципе сказал она предназначена для алмаунтина то есть если в общем и целом это для тех людей кто хочет получать удовольствие не только от подъемов но и от спусков вот первого вторых что касается как бы уровня велосипедов то есть велосипед конечно может пойти как как и новичку то есть вполне все соответствует и так более продвинутому радио то есть в принципе здесь каких-то таких совсем слабых больных мест на велосипеде нет то есть в принципе я могу его как бы взять и будет вполне достаточно да там что-то для снижения веса можно там изменить и так далее но в целом велосипед как бы рассчитан для езды по горам и нужен для хорошей нагрузки для хорошей нагрузки да он уже в принципе выдержит и колеса и вилка и амортизатор да друзья стоимость этого велосипеда на сегодняшний день сто пятнадцать тысяч семьсот то есть мы вот так скажем вот посмотрели пообщались то есть в общем-то это очень интересная цена в сравнении даже вот где-то с другими моделями то есть в принципе за эти деньги можно купить велосипед на котором можно уже хорошо ездить экстремально по экстремальным трассам даже участвуйте в каких-то региональных соревнованиях вот хороший вариант да спасибо же тебе за информацию друзья спасибо вам за внимание что смотрели наш ролик если у вас остались комментарии пишите нам будем отвечать если вам информация была полезна ставьте лайки всем пока традиционный тест на вес вот модель он и хватит 600 вес на наших весах получается 14 килограмм 860 грамм примерно это то что и заявляет производитель для такого велосипеда отличный вес о том числе и Продолжение следует...